Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». В этой студии мы обсуждаем самые актуальные темы. И сегодня мы поговорим о Рязанке. Так в народе называют рязанское направление Московской железной дороги. Это один из самых загруженных участков. Пассажиропоток в электричках рязанского направления более трех миллионов человек в год. А еще уникальность Рязанки в том, что это единственная ветка Московской железной дороги с левосторонним движением. На вопросы, связанные с железнодорожным сообщением от Москвы до Коломны, ответит заместитель Московско-Рязанского транспортного прокурора Александр Репетенко. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему рязанское направление Московской железной дороги построили левосторонним? Ведь для нас это и непривычно, и необычно. Особенностью рязанского ухода железной дороги, она именно характеризуется левосторонним движением, поскольку это связано с исторически сложившимся фактом о том, что в 80-х годах прошлого столетия данную ветвь железной дороги строили строители из Великобритании, англичане. Соответственно, и для нашего обывателя, для нашего пассажира левосторонние движения не характерны, исходя из того, что нас всех учили сначала смотреть налево, потом направо. По факту, при приближении поезда нам приходится смотреть именно по нашей ветке направо, нежели налево. Исходя из этого, одной из специфики нашего направления является левостороннее движение, что приводит к наибольшему фактору травмирования пассажиров, ну и граждан. То есть получается, что рязанское направление Московской железной дороги является самым травмоопасным. Это верно? Исходя из статистики, из московского региона, самый травмоопасный участок железной дороги именно наше направление. Давайте тогда поговорим о статистике. Приведите, пожалуйста, цифры. Так, в 2018 году фактов травмирования составило 208 человек. За аналогичный период прошлого года, в 2017, 210 фактов, из которых со смертельным исходом 130, в 2017 году 211 граждан. Количество факторов травмирования среди несовершеннолетних составило 12 человек. В аналогичном периоде прошлого года 14, из них со смертельным исходом 9, но по ПГ аналогичным периодом прошлого года также 9. Сократилось количество и летальных исходов на 18 процентов. В 2018 году это у нас 134 случая, за 2017 год 164. Исходя из статистики, которую Вы только что проявили, не особо-то и сократилось количество несчастных случаев. А почему не сокращается? Анализ причин травмирования на объектах железнодорожного транспорта показал, что основным фактором роста несчастных случаев является, самое главное, как мы уже отметили, это левостороннее движение, несоответствие оборудования объектов железнодорожного транспорта по правилам безопасности. Это также нахождение лиц на объектах транспорта в состоянии алкогольного опьянения и в том числе правовой нигилизм. Конечно, смертельные случаи и несчастные случаи на железной дороге, ну это страшно, особенно когда страдают несовершеннолетние. Какую работу Вы со своей стороны проводите с подростками, дабы уменьшить вот эту страшную статистику? В рамках профилактики травматизма нами проводится работа по правовому просвещению. Мы на регулярной основе посещаем вузы, в том числе расположенные вблизи, скажем так, отвода железной дороги. На постоянной основе проводим семинары, собрания, в том числе и открытый диалог, который у нас приходит, соответственно, у нас есть час пассажира, он проходит каждый последний четверг каждого месяца. В том числе мы активно просвещаем в том числе свою деятельность и деятельность правоохранительных органов, связанная в том числе и по несчастным случаям. Александр Евгеньевич, Вы привели страшную статистику. И вот скажите, пожалуйста, по каким причинам с людьми случается несчастье на железной дороге? Ну, чаще всего. Наибольшее травмирование граждан происходит по причине нахождения их в состоянии алкогольного опьянения на объектах транспорта повышенной опасности. Александр Евгеньевич, два дня назад электричка горьковского направления сбила на смерть молодого человека. Он был абсолютно трезв, но у него были наушники. Он шел через пути и слушал музыку. Вот, на мой взгляд, это тоже бич, не меньше, чем алкоголь. Как Вы считаете? Справедливое замечание, поскольку наибольшее количество травмирования в среде несовершеннолетних связано именно с прослушиванием музыки. Зачастую машинисты, помощники машинистов подают предупредительный сигнал о приближении, однако люди просто не слышат, граждане не слышат этого. И исходя из этого, происходят наши несчастные случаи. Скажите, по факту, едет машинист, вот увидел он, что через пути, либо на путях, может быть, сидит человек, либо он переходит, не торопясь через эти пути. Сколько времени нужно машинисту, чтобы затормозить? Успеет ли он затормозить? Либо это невозможно? Нет, у нас все это, соответственно, возможно, но все-таки нужно исходить из территории, по которой там проходит железная ветка. Это может быть и повороты, это может быть и подъемы, может быть и спуски. Статистика говорит, что среднее торможение при определенном скоростном режиме не менее 150 метров, чтобы остановить состав. Давайте продолжим тему подросткового травматизма на железной дороге. По вашим наблюдениям, дети из неблагополучных семей чаще попадают в беду на железной дороге, либо здесь нет какой-то разницы? Абсолютно нет никакой разницы. Все зависит от, скажем так, стремления самих детей и их родителей соблюдать правила движения на железнодорожном транспорте. В основном, скажем так, это связано с их правовым нигилизмом, о том, что зачастую ребята не знают, как себя вести в той или иной ситуации. В том числе ввиду своего возраста они недооценивают опасность железной дороги. Но это же наша с вами недоработка. Средства массовой информации, которые, может быть, не дают достаточную информацию, ваша, может быть, недоработка, не объясняете молодежи? Или нет? Или я не права? Нет. Мы правоохранительные органы на постоянной основе проводят правовое просвещение. Мы на постоянной основе посещаем детские заведения, учреждения, подростковые, проводим лекции, семинары. Но, скажем так, это не только от нас зависит. Прежде всего, зависит и от родителей, и от близких, в том числе и друзей, которые в том числе способствуют правовому просвещению наших ребят, молодых детей. Соответственно, работа ведется, но необходимо все-таки больше всего... Все зависит от родителей. Какой совет вы могли бы дать в связи с этим родителям, подростков? Как уберечь детей? В первую очередь нужно объяснять, каким образом вести себя, каким образом переходить, каким образом действовать в той или иной ситуации при приближающемся поезде, что не нужно стоять рядом с ним, поскольку может вихрем затянуть к себе. Исходя из этого, лучше делать шаг назад, либо два шага назад при приближающейся электричке, поезде. То есть, недаром на каждой платформе есть белая линия, за которую не нужно заходить, правильно? Абсолютно верно. Александр Евгеньевич, мне кажется, что легкого травматизма на железной дороге не бывает. Абсолютно верно. Да, вы правы, абсолютно верно. Легкий бывает только испуг, а все, что связано с нашей жизнедеятельностью, с здоровьем, на железной дороге просто так не пройдет. Какие участки железной дороги являются наиболее травмоопасными, по вашему наблюдению? Опять-таки, если смотреть на статистические данные, одним из травмоопасных участков дороги является перегон от станции Люберцы до станции Быково. Одна из самых наиболее травмоопасных станций – это наша, скажем так, станция Люберцы. Почему они являются наиболее травмоопасными, на ваш взгляд? Из-за того, что левостороннее движение? Здесь сосредоточено наибольшее число пассажиров. Соответственно, в основном, на мой взгляд, это связано, прежде всего, с большим количеством пассажиропотока. Поскольку Люберцы являются подмосковным городом, соответственно, граждане ездят на работу, с работы. Исходя из этого, наибольшее количество травм именно в Люберцах по нашему направлению. Спасибо, Александр Евгеньевич. Ну а мы сейчас прервемся на рекламу, а сразу после вернемся к «Открытому диалогу». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем «Открытый диалог». Я напомню, у нас сегодня в студии Александр Репетенко, заместитель Московско-Рязанского транспортного прокурора. Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, а по каким вопросам к вам могут обратиться в транспортную прокуратуру? В транспортную прокуратуру обращаются по любым вопросам и по всем вопросам. Соответственно, мы рассматриваем их. Если в той или иной степени вопрос пассажира либо гражданина не относится к компетенции нашей прокуратуры, то, соответственно, мы перенаправляем в иной орган, компетентен в рассмотрении доводов обращения заявителя. Чаще всего тогда по каким вопросам к вам обращаются в транспортную прокуратуру? Чаще всего к нам граждане обращаются на действия должностных лиц железной дороги, осуществляющих контроль за безбилетным проездом пассажиров. Данные вопросы относятся к компетенции иногда и органов Роспотребнадзора. Это со стороны именно оплаты за проезд, почему с нас взимается определенная плата, почему мы должны платить. Иногда бывают предложения, наоборот, по совершенствованию нашей системы взимания оплаты за проезд. А в чем проблема-то? Вы мне объясните, пожалуйста. Я не понимаю. Если у тебя есть билет, ты спокойно едешь в электричке. Ну, подошел к тебе контролер, проверил этот билет, ты едешь дальше. Что жаловаться? Какие права нарушены? Бывают случаи, когда пассажир, покупая билет в том или ином направлении, иногда даже не смотрит, что выбил ему кассир. Бывают и такие случаи, что и кассиры самостоятельно ошибаются, и иногда выбивают не на ту станцию местного назначения. И это выясняется уже при контролерах. В данной ситуации, скажем так, контролер, он не сможет, соответственно, ничем помочь пассажиру, а именно в части либо оплатить проезд. Хорошо. Мы говорим о такой ситуации, когда человек, то есть пассажир, прав, по сути, да? Ну, на 50% прав. Он имеет право на бесплатный проезд, но билет он не оформил. Хорошо. Если человек действительно без билета, какими правами он обладает? То есть его сразу выгоняют из вагона, либо ему сразу предлагают штраф оплатить? Каковы действия контролирующих органов в данном случае? Есть определенные правила. В части действия контролера составляется соответствующий акт о том, что пассажир следует без билета. Далее контролеру необходимо установить личность данного гражданина. Зачастую пассажиры не имеют при себе документов. Соответственно, в данной ситуации контролеры должны прибегнуть к помощи сотрудников транспортной полиции в части установления личности. Если рассматривать ситуацию, когда есть у пассажира паспорт, и мы его установили, соответственно, составляет соответствующий акт, устанавливается его личность, вручается копия данного акта пассажиру, и пассажир выдворяется из поезда. А по факту чаще всего просят выйти или все-таки стараются оформить штраф контролера? Дело в том, что иногда пассажиры не имеют при себе денежных средств, иногда бывают ситуации разные. Чаще всего, в основном, пассажиры оплачивают штраф. Еще одна достаточно серьезная проблема – это курение в электричках. Скажите, как вы контролируете подобного рода нарушения? Контролируете ли? Соответственно, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются некурящие граждане. Соответственно, мы, как орган прокуратуры, не осуществляем именно контроль за курящими. На соответствии с компетенцией именно части контроля осуществляют сотрудники транспортной полиции. Соответствующие рейты проводятся на регулярной основе, но, исходя из самого пассажиропотока, часто мы видим граждан, стоящих там, курящих в углу. На каждого пассажира нету своего полицейского. В этой связи мы ориентируем пассажиров, в том числе, обращаться в органы полиции, к полицейскому, к транспортной полиции. Можно фиксировать данное нарушение на видеокамеры и, в том числе, передавать данные сведения сотрудникам полиции. На минувшей неделе я ехала в электричке, это было в пятницу вечером, и со мной в вагоне ехал далеко нетрезвый товарищ, у которого была жажда общения, он приставал к пассажирам. В общем, было понятно, что до беды недалеко мог быть и скандал, и конфликт. И я поймала себя на мысли о том, что я не знаю, куда звонить и куда обращаться, если вдруг действительно я почувствую, допустим, я как пассажир электрички, почувствую опасность, находясь рядом с дебоширом. Куда обращаться? Что делать гражданам в таких ситуациях? В первую очередь у нас в поездах пригранного сообщения установлена связь пассажир-машинист, необходимо сразу связаться, передать информацию на первой же ближайшей станции, машинист также передает ее на первой же ближайшей станции, к поезду прибудет наряд полиции. А есть какой-то телефон горячей линии, куда можно позвонить с мобильного? Потому что выходить на станции, если мне не нужно выходить, ну, нелогично. Я понял. Телефон у нас единой службы 112, соответственно, также набираете, и информация также направляется сотрудникам транспортной полиции. То есть доходит до вас подобная информация? Всегда. Как часто такие случаи происходят? В основном таких случаев не так часто, не так много, но они и есть. Соответственно, граждане в том числе, и есть активные граждане, которые, как вы сказали, если, скажем так, подвипывшая компания, либо еще обращается каким-то образом, есть у нас граждане и находчивые, и в том числе стоят на защиту других пассажиров. Но опять-таки это все связано с временем возвращения. Иногда бывают случаи, когда и некому заступиться. В этой ситуации лучше, конечно, перейти, скажем так, это, получается, ближе к первому вагону, там, где у нас находится машинист. Мне хотелось бы поговорить с вами о несанкционированной торговле в электричках. Кто контролирует действия корабейников? И контролирует ли их, наказывает ли их? Законно это или незаконно? При обнаружении граждан, осуществляющих торговлю без соответствующего разрешения, пассажир может обратиться, опять-таки, с заявлением к сотрудникам транспортной полиции либо транспортную полицию, в компетенции которой находится борьба с правонарушением в сфере несанкционированной торговли на железнодорожном транспорте. И как часто к вам обращаются с подобными заявлениями? В основном, конечно, обращаются, в том числе и к нам, но в основном обращаются в органы транспортной полиции. Систематически транспортная полиция осуществляет рейды, в том числе и закупки у данных представителей... Несанкционированной торговли. Да, у данных представителей несанкционированной торговли. Соответственно, за осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, без специального разрешения лицензии предусматривается административная ответственность по статье 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. Александр Евгеньевич, хотел бы еще поговорить о зацеперах. Как часто сегодня люди пытаются уехать вот таким образом, тем самым рискуя своей жизнью? Данные факты имеют место быть, но количество как такового зацепинга снижается. Может быть, это связано в том числе и с профилактикой отказа от передвижения таким видом. В чем заключается наша профилактика? В части правового просвещения зацепингом страдают не только несовершеннолетние, как это принято считать, но и в том числе сознательные граждане. То есть к вам обращаются граждане с заявлениями, которые сообщают о том, что где-то видели зацепера? Не только к нам обращаются, органы тоже полиции обращаются, где видели зацепера. Соответственно, в том числе и предоставляют отснятые блоки. Соответственно, сотрудниками транспортной полиции проводятся определенные мероприятия, в том числе по выявлению данных граждан. В том числе есть средства фиксации на станциях, когда можно вычленить из пассажиропотока того гражданина, которые в том числе и передвигаются таким неординарным способом. А камеры видеонаблюдения есть на каждой станции Рязанского направления? На каждой станции Рязанского направления находится камера видеонаблюдения, осуществляется видеонаблюдение, в том числе и за безопасностью движения, в том числе и пассажиров. То есть любой зацепер рано или поздно попадет в объектив видеокамеры? Правильно? Статистика говорит, что не любой зацепер, а он по-любому попадет. И что происходит дальше? Исходя из статистики, полицейские находят данных граждан, приходят к ним домой, в том числе данные лица подлежат привлечению к административной ответственности за совершение правонарушения. То есть наказание практически не избежать? Нет. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я напомню, у нас в студии был заместитель Московско-Рязанского транспортного прокурора Александр Репетенко. Это была программа «Открытый диалог».